Дорогие друзья, добрый день! Задают мне вопрос. А ты помазана на это служение? Она тебя еле и вылили? А ты рукоположенная, что ты вот так служишь Господу? Кто тебя помазал? И вот я в связи с этим хочу ответить. Я прочту 1 Иоанна, 2 глава, 15 стиха. Я остановлюсь на том стихе, который ответит, кто меня помазал. С 15 стиха. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Дети, в последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время. 2000 лет назад тоже было в последнее время, Иоанн пишет. Док Святой через Иоанна. Дети, в последнее время. Появилось много Антихристов. То есть сейчас люди ждут Антихриста. Они 2000 лет назад пишут нам. Док Святой, Господь предупреждает. То мы и познаем из того, что в последнее время. То есть они все время являются. Антихристов, если человек без Христа живет, его тоже можно назвать Антихристом. Потому что дьявол – дух. И если человек пускает в себя дух дьявола, если живет во тьме, если он выбирает не жизнь, а смерть, то он Антихрист. То есть он без Христа живет. Антихрист. Дальше с 19 стиха. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли. И через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написала вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Бог есть дух, дух святый. И он касается, он лично помазал меня на то, чтобы я служила ему. Дальше читаем. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. А то, что вы слышали от нас, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Слово Божие, Духом написано, слово, оно во мне живет. Слово Божие, оно пребывает во мне. И тогда, и тогда, и вы пребудете в Сыне и в Отце. Он во мне, я в Нем. Дух Святой. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это Я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Зачем у меня спрашивают? Кто меня помазал? Кто разрешил? Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, в вас внутри. Понимаете? И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно то, чему оно научило вас, в том и пребывайте. То есть внутри Дух Святой, как Бог, живущий в человеке, может произносить анафему, может хулить Духа Святого, может коверкать Его Слово. Это же невозможно. Это невозможно. Оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Вот я и пребываю. Помазание внутри меня есть. Оно внутри меня, так же, как и Царство Небесное. Внутрь вас есть. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Аминь. И я не собираюсь даже ни на йоту сомневаться в том, что я предстану перед Господом и не устыжусь. Я верю в то, что я буду с Ним. Я буду с Ним и унаследую жизнь вечную. Я в это верю. А иначе, если не поверить, человек грешит. А зачем мне брать грех на душу? Я верю в то, что помазание во мне, я помазана. Он живет во мне, я несу Его Слово, я Его слышу, я с Ним общаюсь, я читаю Библию. Общение идет через Его Слово. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Аминь. Аминь. Поэтому вот все эти обряды, ритуалы, рукоположение и все остальное, не всегда в Библии есть моменты, которые нам рассказывают, описывают, с возложением рук. Так и есть, это истина. Через разные совершенно ситуации люди принимали Духа Святого. Это помазание, которое входило в людей. И без возложения рук. Разные были ситуации. Можно просто, ну, собрать эти стихи и поделиться с вами. Что не только так. Это промысел Божий. И то, что нам оставлены разные варианты крещения Духом Святым, разные варианты. На то была Его воля, чтобы как раз Он и оставил в Своем Слове, чтобы не было вот это, знаете, да у Него одна извилина и та прямая. Как бы вот человек вот упирается все, но так в Библии Бог оставил массу примеров, что помазание разным образом может быть. А сейчас я вам прям дословно прочитала, что оно внутри меня. Помазание внутри. Прочтите сами первое послание Иоанна, вторую главу. Первое послание Иоанна, вторая глава. Еще раз этот стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Ну как же это здорово, как же это здорово, ну как же это мощно. В том пребывайте. Держитесь, держите, слово моё сказал Господь. Вам будут там и сюда, и сюда, и тот лапша, тот спагетти, тот кетчуп, тот соус, там все вот это вот развешиваться. Держитесь, пребывайте. Слово истинное Божье, слово не ложно оно. В нем вы пребывайте, держитесь его. Дух Святой, который у вас, помазание внутри вас, он будет держать вас. Он всему научит, он лично научит. А наше дело детей Божьих, нести Евангелие, делиться, делиться, рассказывать, как это прекрасно, как это здорово, встречаться. Спасибо, Господь, за это время. Спасибо за Твоё слово. Спасибо за Твою духовную пищу, без которой нам просто не жить. Она истинная. Она самая чудесная пища, какая только может быть. Благодарю Тебя, мой всемогущий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Друзья, дорогие, ищите Иисуса, ищите встречи с Ним. Ищите. Будьте благословлены во имя Его. Во славу нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова